А выигрывает снова Питер, постоянно они выигрывают и переходят, конечно же, за террористов. На этой карте у нас всё и решится, кто же пройдёт дальше во вторую квалификацию, а кто покинет турнир и больше мы никогда о нём не услышим. Да, конечно, так сурово сказать нельзя, но тем не менее, кто проиграет, вылетает, кто выиграет, кто проходит дальше во вторую квалификацию, а потом... Из второй квалификации, соответственно, и в основной турнир. Видимо, что Питер у нас халдит, мобик у нас с бомбы под Б, возможно, будет развод на Аплант, потом мобик будет выходить на Б. Дэвил у нас с Найсом смотрит близко Зигзаг, Фрики ДЛ, ФПС смотрит у нас Цендер и Дизель у нас на Денси издалека, за дальним ящиком смотрит, в общем-то, соответственно, Тёмку. Смотрим за Фрики, именно он у нас тут получает куда-то в ногу, даёт ХЕ, подрывает немножко Пету и отходит обратно у нас на просвет. Правильное дело, потому что если бы остался там же, получил бы ХЕшку, да мы полетели, флешки, и заход у нас всё-таки... Ну да, получается развод. Видим мы, что все контры стянулись, стянулись, но нет, Дизель остался у нас под Б-плентом. Сейчас контры могут догадаться, что это у нас развод, что никого здесь не будет, причём Зига тоже понимает, что никого здесь нету, или что это? Атака на Зигу, да, атака на Зигзаг, флешеный Фастик, не делает минуса. И сейчас, мне кажется, самое время отойти под Б, но теперь да, Дизель идёт в оттяжку, и мобик спокойно заходит у нас на Б-плент. И сейчас, правда, ловит, ловит Дизель. Кого-то из терроров понимает, что это развод, понимает, что это Б-плент, и контры бегут. Три в три, и Фастик в отличной позиции, вытрезающий центр. Сейчас должен выходить, убивать кого-то спину, вбок, ещё куда-нибудь. Минус один он делает, два в один, Кена, 99 хп, и оставится бомба. Ой-ой-ой, опасно, опасно, бомба очень долго ставится, и минус один всего лишь. Что-то он как-то с бомбой замешкался, видимо, когда начинал ставить, услышал шаги, решил не ставить, потом снова перейду, начал поставить, и если бы он поставил сразу, то, возможно, всё было бы по-другому. Но, тем не менее, первый раунд за Ярославлем, счёт 1-0, с чем мы их и поздравляем. Вижу я, что у Питера диглбай плюс пара калашиков. Так что ребята не сдаются, сейчас на волево будут тащить, пытаться, по крайней мере, играть от калашей, и мы смотрим за Петой в нижней тёмке. Там на зигзаге просто есть аркада, и аркада его ловит. Пет этого не ожидал, Пет отваливается. И терроров остаётся 4. Адель ловит хаешку, прямо в ноги 36 хп, отходит обратно, найт помогает ему, тут 2 игрока встречают в зигзаг, и... Сейчас мобик будет заходить за нас под флешки, смотрим и за мобиком, мобик, мобик. Готов он выходить под флешку, выходит, проползает, тихонечко, тихонечко, тихонечко подходит по лестнике, и сейчас будет... 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 Будет, да, будет у нас так начать зигзаг. Смотрим мы всё ещё за мобиком, раз уж начали смотреть, давайте до конца. И отличный минус мне от мобика. 4 в 2. В втором большинстве, Кена, отличный, 2 минуса зигла. Может быть ещё и третий, Кена, ну-ка, смотрим, тут уже помогает ему тиммейт, Фастик с зигзага плохо помогает, не попадает. И Кена, третий минус в этом раунде, 2 в 2, найс, и Дизель против Кена и Фастика. Дизель, зигзага, найс с Дейл, Фастик ставит бомбу, Кена на зигзаге, бомба стоит на зигу. Смотрим мы за Фастиком, он в упоре, он сейчас будет принимать контров. И Фастик принимает, принимает, да, заметил контров, заметил, контров тоже заметил, минусует Кену, и сейчас нужно быстрее. Отличный минус, и 1 в 1, Фастик, 80 хп против Дизеля, 60 хп. Ну, кто выиграет, тот молодец. Борьба характера, борьба хитрости мозгов, и Фастик выигрывает. На 1-1, Питер берет свой полубай, ребята на волевой потащили. Поджим по зиге от Ярославля, Дейвил, Фрики, отдача у контров, естественно. Там их уже и простреливают, правда не попадают, надо правее простреливать. Вот сейчас по Дизелю где-то, а не, с Дизелью основы, не они. В любом случае, этот раунд должен заканчиваться весьма, весьма обычно. Минусует ФФС, ну, учитывая, что у остальных ЮСП нет даже, у ребят, ни диффузов, ничего, то есть они даже не собираются брать этот раунд. Три в три, однако, три в три, Дейвил, Дизель, о боже, я только сейчас заметил, что три в три. 8 хп у Дизеля, его убивают, три в два, и проход у нас на Аплант с бомбой, стерео под Б, и именно на Апланте у нас сейчас два контра, Дейвил и Найс. Перетяжечка под Б-плент, там никого нет, пустой Б-плент, Найс, на К-35, Дейвил, вообще, на длине, в общем, этот раунд закончился в пользу команды, вернее, сборной Санкт-Петербурга. Петербурга, Петербурга, о боже, Петербурга, конечно же, да, Ганч, что в ночь, что-то совсем меня не щадят, Петербург, что надо такое сказать, а? Видимо, сейф от Ярославля будут выбивать оружие, Дейвил, вообще, у нас на Дейвил почему-то, видимо, думают, что к нему придут аж на Дейвил, но этого явно не будет. Смотрим за Найсом, именно у него сейчас есть шансы кого-то убить, к нему направляются аж два или три игрока, отлично минус от Найса, его пострелили, но, тем не менее, Найс сделал отличный хэдшот, и второй раунд у нас там Петербурга, 2-1. Еще одна отдача контров, после этого раунда еще должен стать 3-1, но пока мы ждем, что же у нас придумают контры, я вижу, что они закидывают сейчас будут или просто принимать зигзаг, да, просто стали решили вот кучкой, кучкуются ребята, плодятся, и решили смениться с дислокацией, кстати, зря, потому что по зиге есть, есть ребята. Да-да, вот эти ребята по зиге, мобик уже зашел на план, причем сейчас боюсь, что спину будут всех убивать, ой-ой-ой-ой, да, мобик минус один, мобик минус два, мобик минус... все. Дизель минус у нас на центре, забирает калаш, 2 в 4, и уходит на... нет, не уходит, на сейф, и идет тащить на длину, нет, все-таки сейф на нуле, просто будет убивать оружие, тем более, там есть ФФС, без гана, по-моему, и сейчас он этот калаш с удовольствием возьмет. Да, а вот теперь будут убивать 2 в 3, или не идут? Да, ребята какие-то прямо передумывающие мгновенно. Стерия минус один, ФФС его убивает, и 1 в 2. Раунд за Питером, 3-1. Ну, наконец-то мы дождались за кубочки от Контров, я вижу АВП у Фрики, он с ним на А-планте, Дизель ФФС на Б-планте, Девил на длине, Фрики... Фрики, я уже сказал, найс у нас на Дэвил, вот, поджим Дэвил у нас. От найс от Дэвила в упоре он смотрит эту точку, а Питер тем временем потихонечку, медленно проходит у нас под Зигу. Кена будет давать флешку Мобигу, Мобиг у нас, Мобиг, 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 вот он. Дается флешка, флешка, по-моему, была кинута не очень, но вот сейчас Мобиг будет врываться. Заход под флеш, никого на Зиге нету, потому что Фрики там на подъемочке с ВП, и лучше под Фрики не суваться. Присел Мобиг на дорожку, сел пирожок и ушел обратно на Зигу, или что нет. Кена пришел кому-то помогать, и сейчас они вдвоем сил, так сказать, храбрость в два раза больше, и сейчас они будут просто рашить Зигу. Флешки после того, как увидит АВП, наверное, дадут дымы, или дым, или не дадут. Вот, третий террор пришел, да, причем встал, вот, достал АВП. Ну все, атака на Зигу в полном разгаре. Дается флеш, и врыв, врыв от террористов. Дэвил первый минус. Мобиг врывает, и сейчас должен делать просто хилы на длине, минус один есть. Дает он инфу, что на Дэвил близко есть второй человек. И тут уже должны его тиммейтам помогать ему. Тут Дизель врывается, минус три в спину, о май гад, а. Да, ребята очень долго заходили, видимо, дали им жесткие флешки, и ребята просто встали на Зигзаге, и пока стояли, к ним уже зашли в спину. Три-два, второй раунд за Ярославлем. Похоже, нас ожидает то же самое, что и было на предыдущих двух картах. То есть, снова качельки, и снова очень-очень упорная борьба. Полубай от Питера. Галилы, Диглы. И Петта со стерео под Б, поджим от Дэвила по Зиге. Принимает он у нас Мобига, там есть еще один человек, в нижней темке есть человек. Но в любом случае, раунд начался с Вимилса от Ярославля. Террористы уже ослаблены, у них так плохо с деньгами. Вон Дигл, у стерео. Петта не знаю что, но тоже, наверное, не ахти что. Может быть, Галил. Чи и Мобига убили. Плюс ХЕ-шки бросаются, совершенно нагло прямо. Не дают зайти Фастику. По Фастику. И в итоге Фастик сейчас будет по свою же Флэш заходить. Накинулся Флэш. Врывается с Калашом. Будет давать еще одно Флэш. Петта там же. Минусует Кену на ДЛ. Сплита уже не получится. И вся надежда на просто жесткие минуса. Нет, Фрики. Обрывает жизнь Фастика. Петта и стерео. Один, четыре. Ну что ж такое-то. Петта не справляется со своей стрельбой. Еле-еле тюкает по длине, но я думаю, что у Кондра на длине осталось совсем мало ХП. ФФС убивает. Три в один Петта. Смотрим за Петтой. Очень и очень и очень опасный. Отличный хэдшот просто от Петты. Найс на ДЛ. Дизель на Зиге. И боюсь, что сейчас просто раунд возьмется Дизелем. Да. Три-три. Счет у нас на одинаковой отметочке. Отдача у петербуржцев. Выход по центру. Там их встречает ФФС, как мы видим. Отличный минус А. И счет уже станет после этого раунда. 4-3 в пользу Ярославля. Но впереди еще вторая половина первого тайма. И еще второй тайм. И кто знает, возможно, еще и овертаймы. Потому что ребята на первой карте были очень близки к овертаймам. И на второй, если бы Ярославль все-таки сделал камбэк, то кто знает, кто знает. Подсадочка на Зигу. Это, видимо, у нас Дэвил. Нет, это фрики. С ВП выходит на Зигу. Смотрит у нас Нолик. Будет ловить там терроров. А терроры там есть. Причем очень много. Там и посадочка в темноте, и на нуле непосредственно есть люди. В общем, там все опасно. Но это не мешает фрики сделать минус. А, и сейчас Кена будет давать ХАЕшку на Зигу. Но там уже, по-моему, никого нету. Все ушли на более пассивные позиции, естественно. Понимают они, что могут дать им ХАЕшки. И снова Питер будет пытаться выйти на Зигзаг. Либо перетянуться под Б. Причем, скорее всего, под Б. Потому что Фастик у нас вместе с Питернием. Темка и Кена тоже на центре. И только один мобик у нас на Зиге. Все-таки выход у нас на Аплант через Зигзаг. И мы смотрим за фрики. Все-таки один минус он уже сделал. Может быть, сделает еще один. Отлично он ловит мобика. Сейчас просто мобик в полете. Словил пулю в свое тело. И Петер 1 в 5. Раунд за сборной Расславля. Диглы я вижу у Санкт-Петербурга. Они с ними направляются. Снова куда-то на А. Мобик Пета в нижней темке. Кена стерео на нуле. И Фастик смотрит Д. Мобик врывается по центру. Мобика минусуют. Немножечко неслажно получилось. Сейчас от террористов что-то... То, что они сделали. Потому что мобик просто пошел и отдался. Остальные все выйдут по Зигзагу. Не очень внятная тактика. И в итоге полный слив в подвиге. Раунд за Ярославлем. Счет 6-3. Три раунда разницы. Очень неплохо. И вот сейчас у Ярославля есть... Просто превосходная возможность... Оторваться уже, наконец, от Санкт-Петербурга. Больше, чем на три раунда. И уйти в отрыв. А для этого нужно брать этот раунд. Стерео один под БМ. Остальные у нас стоят на нуле. Фрихи поджимают ДЛ. И двое Дэвил Найт поджимают Зигзаг. Тут их смотрит у нас Петта. Контролит аркаду. И, в принципе... Сейчас доконтролится. Ой-ой-ой. Аркада идет, а Петта ушел с своей позиции. Нет, ушли контры. Я уже думал, он сейчас пойдет аркадить. В итоге... Мобик идет потихонечку по Зиге. Кена будет ему снова набрасывать флешки. Все как обычно. И Мобик потихонечку залетает. Перетяжка по СБ. Наконец-то ребята из Питера до этого додумались. Потому что постоянно у них атаки на Аплан. Постоянно их там минусуют. А вот на В планете всего один человек. Фастик врывается еще по центру. Делает минус два. Очень хорошо. Петта и, похоже, это и есть залог успеха. Три в два ситуации. Смотрим, что будет дальше. Еще не вечер. Но бомба ставится. Найс у нас на центре. Стерео в темке. Кена занимает Дэнс издалека. И Петта у нас занимает Дэнс. Найс сейчас заходит под флешку. Отличный минус от Найса. Зажим в белый-белый Найс. Совершенно белый. Но это не межатрики. Сделать минус Петта. Один-в-один против Найса. Причем есть оба. Ханфа друг по другу. Ой, бомба тикает. И раунд за Санкт-Петербургом. С чем мы их опоздравляем. И раунд Петта. Молодец. Просто молодец. Ж4. И снова, снова качелики. Снова. Как только у нас есть разрыв. Три раунда. Кто-то из команд просто берет. И этот разрыв сокращает. Уже мы к этому привыкли. Дэвила упоряешь в длину. Найс ему помогает. Фрики СВП. Смотрит зигзаг. Все стандартно. И дизель ФФС. Оба на Б. Центр никто не держит. Мобиг тихонечко заходит по зигзагу. Смотрим за Мобигом. Ждет он своих тиммейтов. Тут уже есть Кена. Хотя. Пока видно, что Питера еще не решили. Куда они пойдут. И вот пока не решали. Стери уже минус нули. Все-таки атака идет на зигзаг. И давайте посмотрим за Фрики. В прошлый раз он неплохо поминусовал выходящих терроров. И возможно сейчас тоже что-нибудь интересное сделать. Первый минус за Фрики. Стабильный АВП. Второй минус. Очень хорошо играет ВП. Промах очень обидно. Но тем не менее. Кена 1 в 4. И тиммейт должен защищать. Да, раунд с Ярославлем 7 в 4. Снова разрыв 3 раунда. На этот раз не дали Питерам. Петербуржцам. Двести счет до одинакового. То есть не дали им сделать 6 в 6. Это приятно. Так что Ярославль возможно сейчас и подтащит. По крайней мере. По крайней мере я бы на это посмотрел с удовольствием. Потому что вот эти уже качельки надоели. Ну реально. Одна команда берет 3 раунда. Потом другая 3 раунда. Потом первая 3 раунда. Потом вторая 3 раунда. И прямо с них сейчас засыпаешь. А вот это у нас обещает быть нечто интересное. Тем более что у Петербурга полный слив. И я просто не верю в то, что сейчас Ярославль отдаст такой раунд. Я верю в то, что они возьмут раунд. Сейчас станет 8-4. Разрыв 4 раунда. И это уже очень хорошо. Тем более что Ярославль играет за КТ. Это очень-очень неплохо. Ой, Фрики хорошо. Очень минусует. И тут прямо прыгает. Перед ним Питер просто налево-направо. А он хладнокровно всех просто беспощадно хладнокровно минусует. Пета минус от Глока. В рюк на Б-плейнт. ФФС встречает. Фастик и Пета остались вдвоем. Потом именно бомба. Есть размены. И Пета 1 в 3. Раунд за и расставлен. 8-4. Два ВП у Контров. Фрики и ФФС. Причем ФФС я вижу, по-моему, в такой роли впервые на этой игре. Он с ВП на Б-плейнте. Петер снова у нас. Дефолтный холд под нулем, под Аплантом. Распределяется по всей карте. Пытается играть от минусов. Кена будет заходить на Зигзаг. Мобик тут будет давать ему флеш. Видимо, поменялись ребята. Обычно Кен давал флешки мобику. А теперь мобик в Кене. В итоге Кен и сам справляется. Заходит нас на Зигзаг. Потихонечку проходит. И заходит. Минус 1. Есть размены. Неплохо. И вот сейчас, мне кажется, было бы очень неплохо перетянуться под Б. Хотя там ФФС с ВП нет. Может быть, и не стоит. Дизель минус. Найс минус. 3 в 2. Мобик и Пета вдвоем. Причем они пойдут нас по Зигзагу. ФФС палился на Б. И идет к своему тиммейту. Сейчас они будут делать нас Зигу. Смотрим за Найсом. Он пытается поджать Зигу. То отходит обратно, то поджимает. Нет. Мобик решил пойти по ДЛ. Будет сплит на Аплант. Фрики и Найс вдвоем будут сдерживать Аплант. И мы смотрим за Найсом. Он крадется, крадется. А там за стенкой его ждет враг. Враг у ворот буквально. Причем Найс что? Неужели не чекает нынчку тупую? Ой, ой, ой. Фрики делает минус. И Пета один в три. Жаль. Если бы сейчас прокатил контур, Пета мог бы убить незадачливого контра и что-нибудь сделать. Подбегается в глаза у Петы. Мажет он по одному контру, мажет по второму. Еще одни промоки и раунд за Ярославлем. 9-4, 5 раундов разницы. И вот это уже интересно, ребята. Это уже интересно. Если на первых двух катах первый тайм заканчивался со счетом 8-7, то теперь уже такого еще-то не будет. Диглбай от Санкт-Петербурга. Вижу я какие-то диглы. Вернее, даже полу-диглбай, скажем так. Пара диглов, пара диглоков, отдача. Врыв по центру, по центру, под флешку. Но тут фпф все под контролем. И раунд за Ярославлем. 10-4. Вот это уже интересно. Вне зависимости от того, как закончится платный раунд. В любом случае, даже если 10-5, то за контрол с таким преимуществом очень неплохо. И мне лично будет очень интересно посмотреть на вторую половину. Ффф сделает минус. Минусу, кстати, Петру. Фастика есть АВП. Зига держится плотно. Стерео. Мобик будет врываться у нас на зигзаг. Дается флеш. И Найс сейчас должен просто принимать. Отличный хэдшот. Но Фрики тут же уравнивает. Петру тоже пишет. Мда. Он тоже огорчен. Я его понимаю. И 4 в 3 ситуация. Фастик под Дейл. Стерео под Б. Кена у нас на центре. Кена у нас на центре. Фастика и Кена будут идти под Дейл. Стерео, наверное, под Дейлу либо центр отрезать. Но там их, боюсь, встречает уже очень плотно. Фрики с ВП перестриливает Фастика. И смотрим. С заканчением раунда. Вряд ли он окончится за... Вряд ли он окончится победой Питера. Потому что тут уже Фрики просто штампует фраги нереально. И Стерео. 1-4. Тоже на длине. Давайте посмотрим за Фрики. Ну, Дейл минусует. 1-4. Ярославль. Молодцы. Большой им от меня респект. И смена сторон. Смотрим за первым раундом. Если сейчас Ярославль возьмет первый раунд, то... Победа будет фактически у них уже почти в руках. Поджим от Питера по Зиге. Тут мобик. Там, найс. Ярославль снова... Вернее, не снова, а просто действует по тактике Питера. Холк по всей карте. ФФС под Б. Он дыгал контроль от Аркады Зигзага. Найс чекает Зигу. Сейчас будет давать ХЕшку. Причем очень неплохо. Там есть контры. Стерео и мобик покоцались. Жаль, нет еще одну ХЕшки. Могли бы там вообще очень жестко урон нанести. И контры меняют свою позицию. А терроры пока холдят. Не шелохнулись даже. Ребята из Ярославля. Заход на Б-плент. Найс делает отличный минус. Фастик уравнивает. Дизель на Тентре. Ох, отличные минуса. И в итоге Кенна. Один стрим. И это пятый. Вернее, это не пятый. Двенадцатый раунд с Ярославлем. Похоже, что Ярик идет к победе. По крайней мере, к успеху уж точно. Сейчас они возьмут еще и тринадцатый раунд. А если возьмут очень уверенно, то и четырнадцатый. Так что, похоже, игра близится к своему логическому завершению. И вот Питер, несмотря на вторую взятую карту, они не смогли. Не смогли собраться. И, видимо, что-то может быть с моралькой случилось. Может быть еще что-то. Но ребята немножечко разочаровывают. Дизель врывается с Юиспом. Делает два минуса с Юиспом. Против пистолетов. Минус три с Юиспом. Ну, наконец-то убили Дизеля. Просто с Юиспом человек сделал три минуса. Не отдал ган. И сейчас Ярославль спокойно идет на Б-плейн. Ставит бомбу и забирает свою копилочку. Тринадцатый раунд. Таким образом, Ярославль остается до победы. Всего три раунда. Смотрим, что по деньгам у нас у Питера. Пока я закупочки не вижу. Есть Дигл. Да. Похоже, что и четырнадцатый раунд придет у нас к Ярославлю. И тогда уже будет совсем все жестко. Причем я не ожидал, что настолько все будет разгромно. Обычно команда, которая берет вторую карту, она берет и третью. Потому что у нее как бы больше мотивации, больше мораль. Затащит третью карту, раз уж взяли вторую, просто так что ли брали. А вот тут мы видим обратное. Питер пока ничего сделает. И раскладывает немножечко три раунда за почти две стороны. Это как-то совсем уж мало и несерьезно. Смотрим, возможно, сейчас Питер мне что-то покажет. Скажет, Немидис, ты ничего не понимаешь. И начнет набирать все раунды. Сделает камбэк. Но лишнее я там сомневаюсь и мы осмотрим. Дэйвел на центре. ФФС у нас под бэклэнтом. Найс на нуле. Сделает под А. Прострелы. Где-то, видимо, Дэйвел делает минус на центре. И потихонечку контроли у нас и отваливаются. Без каких-либо уронов противнику. Причем, видимо, что Ярославль очень осторожничает. Боятся, что где-то есть засада с деглами, возможно. Мне кажется, это все-таки немножко перебор. Но с другой стороны. Осторожность никогда не повредит, как говорится. Тем более, что все получается. Есть минуса. Три контра в живых. Ох, улетает. Это просто мобик. И раунд за Ярославлем. 14-4. Два раунда до победы всего лишь. Два раунда. И вот теперь последний шанс для Петербурга. Если они этот раунд не берут, то это фактически ГГ. Если же возьмут, то у них есть шанс взять 12 раундов подряд. Всего лишь 12 раундов подряд. И сделать камбэк такой. Но это очень легко. Так что мы все этого ждем очень. Но если серьезно, то похоже, что игра подходит к самологическим завершениям. Пока мы, конечно, Питер со счетов не сбрасываем. У них все-таки гановая закупочка. И посмотрим, что будет на ней. Вот фактик, например, проходится по бэклайнду. Делает минус ФФС. Найс у нас сейчас будет пытаться разменивать. Причем убивает Петус и ВП. Не того, кто убил ФФС. А Дизель минус на длине. И террор у нас в большинстве. 4 на 3. Найс минус ульфастика. Ну все. Все, поплыли. Поплыли контры и фрики. И стерео 1 в 4. Это 15 раунд за Ярославлем. И это уже почти что ГГ. Минус от стерео. Но толку от этого мало. Бомба взрывается. 15 раунд переходит к Ярославлем. Ничего не поделаешь. И в последнем раунде нас ожидает, конечно, до кубочка. Всего чего можно. По деньгам у Петербурга будет все плохо. Будут деглы, будут фамасы максимум. Я так думаю. Но стерео сейчас неплохо портит экономику Ярославля. Хотя 3 раунда подряд. Нет, ничего он не портит. И на последний раунд Ярославля будет полная закупка. Все у них будет хорошо. В отличии от Санкт-Петербурга. Увы. Увы. Да, дигл. Дигл. Эмка. Ну, смотрим. Фамас, вот вижу, да. Мобик заходит в аркаду по центру. С диглом заходит в нижнюю темку. Плюс там уже минусуют аркаду на длине. Дизель уравнивает. 4 в 4 ситуации. Мобик, отличный минус. А, вот это уже становится интересно. Даже очень интересно. 4 в 3 ситуации контры в большинстве. Давайте посмотрим за кем-нибудь из терроров. В, под бет. Девил у нас на нуле. И сейчас я бы посоветовал Ярославлю выйти на бейплэн. Там всего один человек. Всего один. Все остальные на планте. И нужно минусовать бейплэн. Ох, мобик, отличный минус. Мобик разбивает. Но 2 в 3 ситуация. Найс делает минус. И, ну, где же минуса? Где размен это? Стерео на каталиспике. Я, наверное, на зигзаге. Пет вообще на длине. И у нас немножко атака все застоприлась. Найс пока стесняется выходить на пустой бейплэнт, на котором никого нету. Девил. Минус на центре. Сейчас его будут убивать в спину. Как бы это ни было печально. Причем я вижу, что питерцы уже выходят с сервером. Похоже, не верят в этот раунд. 1 в 2. Найс. Дает флэш. И просто врывается в аркаду. Я так думаю. Нет. Да. Нет. Не врывается. Дает флэш. И вот теперь врывается в аркаду. Нет. Нет. Не врывается. Что ж такое-то, а? Я все жду врыва просто в аркаду. Чтобы сделал найс красивый. Минус 2. Просто чтобы я крикнул. Найс. Минус 1. И. Ну же, зажим нет. Питер берет раунд. Пятый раунд за Санкт-Петербургом. 15-5. И все-таки ребята из Питера смогли немножечко отстрочить свое поражение. Кто знает, возможно это камбэк. Но посмотрим. У Ярославля все хорошо с деньгами. Есть АВП, есть калаши. И стерео очень хорошо включает на длине. Там еще тиммейтов в яме. Кен еще помогает нам со флэшками. И врывается у нас стерео под флэшку. Смотрим мы за стерео. Чекает, чекает, чекает. И уходит обратно. Что же делают у нас Ярославль? Двое под ДЛ. ФС контролит 0. И фрики у нас под Б. Причем обидно, что не делают у нас Ярославль быстрых выходов. Нормально. Куда-то тимплейно с плитами. А постоянный холд на дефолтных позициях. Просто по всей карте. Немножечко это скучновато. Но в любом случае, ребята, таким образом уже взяли 15 раундов. Так что... Может быть и не зря холдят. Ждем мы перформанса от ФФС на зигзаге с АВП. Найс. Делает минус. Просто найс. На длине. Дэвил. Отлично. Минус А4 фрим. Ну и теперь нужно фастикам помогать. Помогать. Где же у нас АВП? Это АВП. ФФС нужен. Помогай своим тиммейтам. Там Пета где-то убивает всех твоих. А ты где-то там бродишь, а? А, Пета на центре. Тогда ладно. Мои обвинения снимаются. И мы смотрим за ФФСом. Тут рядом с ним совсем близко очень контр. Вот он сидит. И сейчас ФФС если зайдет, если зайдет. Ну-ка. Промах. Обидно. Попал в голову еще. 2 в 2. Смотрим. Кена очень коцанный. Ха-ха-ха. Пишет мобик. Очень смешно. И мы смотрим Кена. Минус АВП. Дэвил. 1 в 2. Ставит бомбу Дэвил. Ничего не боится. Ничего не стесняется. И мы смотрим за Дэвилом. Минус 1. И ФФС 100 хп. Ну, это, конечно, многовато будет для Дэвила. И Дэвил опваливается. 6 раунд за Санкт-Петербургом. Кто знает. Слушайте, камбэк-то в действии, а? Потихонечку, потихонечку. Раунд за раундом Петер берет. Но, опять же. Это всего лишь. 6 раунд для Санкт-Петербурга. И им еще для камбэка нужно брать целых 9 раундов подряд. Как-то это все слишком сомнительно. И мне кажется, что на 1 раунд Ярославля хватит. Тем более, что они за терроров. Мобик Аркадов Нижнетемком. Наконец-то я вижу тимплей на действие от Ярославля. Маз-Б. Там всех минусуют. Пастик, дизельем не убивают. Бомба падает. Петта. Ну и атака развалилась. 7 раунд за Питером. Слушайте, а так-то... Вернее, а так-то камбэк. Он, конечно, очень медленно идет, но... А вдруг возьмут, а? Представляете? Возьмут у нас сейчас Питер камбэк. И будут овертаймы. Я лично буду очень долго смеяться. Или плакать, я даже не знаю. Просто очень хочется спать. Нет, на самом деле... Я бодр и полон сил. Практически. И мы смотрим за игру от Дизеля. 17 хп. Он сэвит свое оружие. И это 7 раунд за сборной Санкт-Петербурга. Они же Региды. Ну, кстати, Дизель еще сражается. Причем... Ну, нет. Не знает он инфу о Контре на Б-Пленте. Не заметил Контра. Ой-ой-ой-ой. Ну, это, конечно, раунд за Питером. 7-15. Я уже был бы надеялся, что сейчас Дизель потащит в таком раунде. Но нет. 8 раундов. Питер будет камбэк. Пока все идет. Не так уж плохо. И мы смотрим на отдачу от Ярославля. Диглы плюс глоки. 8 раунд будет за Питером. Скорее всего. И у нас Масдэл. Вот, наконец-то, приятно видеть. Быстрые атаки в одну точку. Я только за. Чуть не затыкали бедного Кену. Не успел он пропрыгнуть на Плант. Вот уже и затыкали. 4-4. Причем, где же все у нас Контры на Апланте? Аплант отдан. И должна ставиться бомба. Бомба, бомба, где же ты? Бомба у нас, у Найса. И он ее ставит. Бомба будет давать деньги. В следующем раунде террором. И в следующем раунде мы увидим за кубочком. Контртеррористов. КОНТРИРОСТИ�! КОНТРИРОСТИ! АВП у Фрикки Он с ним направляется у нас На Т-реск Вернее, он с него и не уходил Контроль у нас центр Сейчас будет встреча двух АВП, я думаю Нет, Петра, я думаю, будет просто чекать у нас нолик Причем он там кого-то замечает Промах по голове Ой-ой, что там делает террор Там посадочка от Девила Или просто стоит на нуле Причем, не знаю, почему он продолжает стоять там Учитывая, что его чекает АВП Взрывается Зиг Стереокосный, 42 хп отходит И Ярославль снова халдит Халдит Ярославль Минусует ФФС на центре Петра с ВП стабилен Не хуже Фрикки И потихонечку атакует сплитом на Аплан Через Зигу, через ДЛ Давайте посмотрим Как что будет приниматься Сейчас Девил будет заходить под флешку Врывается Девил, никого не видит И остается здесь же Смотрим за Девилом Дается флешка И вот теперь уж идет атака по зигзагу Смотрим за разменами Ох, Мобик Кенн отлично минуса Дизель Найс подхватывает эту эстафету 2 в 3 террора в меньшинстве Стерео сзади ПДЛ Мобик там же И Пета сзади скатериспам Очень далеко, его прочекали Убивает он Найса И Дизель 1 в 3 Бомба стоит на Зигу, я думаю И Контрам будет, конечно, не так легко Но все шансы у них есть И Смотрим, смотрим, смотрим Нет, минусует, минусует Дизель Минус 2 Дизеля, браво Просто сбривает он двоих В колонну И 1 в 1 против Мобика Ой, вот что делает А, в полете просто решил у нас Выйти фастик Это КГ Я поздравляю Ярославля с победой На двух картах Таким образом Ярославля у нас Проходит во второй квалификационный тур А Санкт-Петербург покидает нашу Наш чемпионат И Больше мы о нем никогда не услышим Всем спасибо С вами был Георгий Глау Он же не медис Вы смотрели стрим на портале Virtuspro.org Наша трансляция поддерживается Компанией BenQ И, конечно же, приходите к нам снова На этой неделе Еще будет стрим Воскресенье С юбилейным турниром От GameGuru Всю информацию вы можете найти в событиях Жмите, смотрите В общем, не скучайте И, конечно же, добавляйтесь в ВКонтакте Ссылочка у вас на экране На этом я с вами распрощаюсь Всем большое спасибо До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok